МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир продолжает программа Зона Икс. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. Почти 3 килограмма наркотиков изъято у 26-летнего жителя Бреста. По информации милиции, он работал оптовым наркокурьером и был участником преступной группы. Занимался сбытом психотропов в интернете. Раньше мужчина судим не был, но сейчас ему может грозить до 15 лет лишения свободы за незаконную наркоторговлю. По месту жительства фигуранта сотрудниками милиции обнаружено изъято 2 килограмма 800 граммов особоопасного психотропного вещества альфа-ПВП, которое по замыслу наркомаркета планировалось к дальнейшей реализации в тайниках-закладках на территории Брестской области. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что преступной деятельностью занимался около двух месяцев. Следовательно, возбуждено уголовное дело. Обзор криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Подбор клиентов для ночной бабочки. Работа не пыльная, прибыльная, но противозаконная. В Минске за организацию «Интим услуг» задержан иностранец. Спецоперацию провели бойцы Московского РОВД. 24-летний парень – студент одного из столичных вузов. В Беларуси он живет уже около четырех лет. Установлено, что фигурант занимался подбором клиентов для девушки, оказывающей интимные услуги за денежное вознаграждение. По имеющейся информации, за такое содействие фигурант получал определенный процент. Также известно, что молодой человек не владеет русским языком, а для общения с клиентами пользовался онлайн-переводчиком. В настоящее время устанавливаются иные лица, пострадавшие от преступной деятельности фигуранта. Следователями возбуждено уголовное дело за создание условий для занятия проституцией. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Девушка, оказывающая интимные услуги за вознаграждение, привлечена к административной ответственности. Не сдержал эмоции и повредил два авто. В сети появилось видео дебоша в одном из дворов Слонима. Инцидент случился еще в январе. 26-летний парень возвращался ночью с работы. И в это время молодой человек беседовал с бывшей супругой по телефону. Но, судя по кадрам, разговор зашел в тупик. В порыве гнева местный житель вступил в схватку с припаркованными авто. Под руку ему попали две машины, повреждены зеркала заднего вида. Как и кажется позже, столь бурная реакция у парня была на информацию о том, что у девушки появился новый кавалер. Сплеск эмоций обернулся для молодого человека уголовным делом за хулиганство. Потерял контроль и сошел с пути. ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП в Минском районе. Авария произошла в субботу на трассе М3, 22-й километр. По предварительным данным, 61-летний водитель на Volkswagen не учел дорожные и погодные условия. При перестроении в соседнюю полосу потерял контроль над автомобилем, и машина ушла в занос. После съехала в Кювет. Двое детей, пассажиров, 7 и 3 лет, доставлены в больницу для обследования. Сообщается, что старшего ребенка перевозили без специального кресла. И накануне в столице предположительно конфликт левого поворота стал причиной ДТП. Предварительно 38-летний водитель на Ауди при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen. В итоге случилась авария. Инцидент на улице Козлова обошлось без пострадавших. В деталях происшествия разберутся сотрудники ГАИ. В причинах и обстоятельствах ДТП в Новополоцке разбирается СК. Там мужчина попал под трактор прямо в гараже. Он получил травмы и был госпитализирован. Сообщается, что 51-летний местный житель пригласил знакомого помочь с ремонтом техники на работу. Находясь в гараже предприятия, мужчина на тракторе стал сдавать назад, но не заметил своего 59-летнего товарища и наехал на него. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначены необходимые экспертизы. Уже установлено, что мужчина за рулем трактора был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД. Это были новости Зоны Икс. Итоги дня мы подведем в 18.15. Оставайтесь с нами на Беларусь-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова